Ежегодный отчет главы города Евгения Первышева стал сегодня самой обсуждаемой темой в кубанской столице. Краснодар – мегаполис, в котором хочется жить. Город молодых и дерзких, стремительно растущий город, будет развиваться, обустраиваться и стремиться к лучшему. О чем говорил мэр Краснодара Евгений Первышев в нашем следующем материале. Зал Дворца искусств премьера забит до отказа. Сегодня здесь аншлаг. Говорить будут о главном, о будущем. А это касается каждого. Наш глава сейчас, на данный момент, олицетворяет в какой-то мере, а то и в полной мере, олицетворяет запросы нашего города. В каком плане? Город амбициозный, растет. Есть тенденции к тому, чтобы Краснодар выбивался действительно в лидеры, в столицу, в какую-то такую мегаполисную структуру. Интересуемся, конечно же, общественной жизнью. От встречи с мэром ждем каких-либо известий о нашем городе, в целом о его развитии. Я уверен, что сегодня будет много сказано про развитие спорта в городе. Это не отчет. Это открытый, честный диалог с теми, кому действительно дорог Краснодар. Мэр Евгений Первышев предложил поговорить в целом о развитии города. Вызовах, проблемах, достижениях. И, конечно, о целях. Без официоза и сухой статистики. Все наглядно, с большим количеством графики, с пояснениями и комментариями. Сначала об итогах. В 2018 году отремонтировано 77 участков дорог. 96 километров. Это как от Краснодара до Крымска. Достроены три новые школы. А семь новых корпусов детских садов распахнули свои двери нашим малышам. Строятся еще семь школ и пять садов. А в разработке пять учебных и шесть детских учреждений. В этом году начнут строить еще две школы. Заработала мощнейшая подстанция «Восточная промзона». За последние 10 лет у нас в городе это первый подобный объект. Реконструированы еще пять существующих. Мы возобновили строительство магистрального коллектора по Петраметальникова. Это самый большой инфраструктурный наш городской долгострой. Нам нужно было сделать два километра ливневки и расчистить почти 9 километров водоводного канала. Большая часть уже сделана. Проложены участки ливневки на улице Уссурийской и Восточно-Кругляковской. Реконструировали канализационные коллекторы по улице Мачуги и улице Тургенева. Завершили первый этап реконструкции Головатовского коллектора. 2018 год принес Краснодару 3 миллиона новых квадратных метров жилья. В этой цифре 1 миллион квадратных метров в проблемных домах. Достроены 73 проблемных многоквартирных дома, в которых дольщики получили почти 13 тысяч квартир. Появились в городе новые скверы. Краснодар получил рекордный уровень доходов. Собственный бюджет 15,4 миллиарда. И собрал в краевую казну 95 миллиардов. В Краснодаре развивается промышленность. Но еще быстрее сфера малого и среднего бизнеса. Евгений Первышев отметил, что городские спортсмены в 2018 году завоевали 32 медали чемпионатов и первенств мира и Европы. И что в нашем городе одни из лучших в России команд по многим игровым видам спорта. Сам отчет занял всего 5 минут. И это было только начало. Мы же не для формального отчета здесь вместе собрались. Цифры это, конечно, главное. Но для меня, наверное, самое важное это труд миллионного города. Это труд наших сотрудников и руководителей наших предприятий и организаций. Это труд наших учителей, врачей. Наши достижения в науке и в спорте. Это работа внутригородских округов и администрации города. Это совместная работа депутатского корпуса, депутатов законодательного собрания, депутатов городской думы. И, конечно, огромная поддержка со стороны администрации края, которую возглавляет наш губернатор Венин Иванович Кондратьев. Планка для развития у нас поставлена высокая. То, что уже выполнено, предстоит преумножить. Евгений Первышев отметил, что главное не рейтинги от разных агентств, где Краснодар в лидерах, а те достижения города, которые действительно его развивают. При поддержке губернатора и администрации края мы погасили свою полностью кредиторскую задолженность. Это 3,5 миллиардов рублей. Я прошу всех обратить внимание на экран. Первый раз, начиная с 2012 года, Краснодар закрыл бездефицитный бюджет. И по уровню собственных доходов мы дошли до цифры 15,4 миллиарда. Но самое интересное, мы догнали и обогнали старые города-миллионники. При этом перед городом сегодня стоят амбициозные задачи, и власти готовы принимать эти вызовы. Но для этого нужны прорывные, масштабные проекты. В благоустройстве Краснодара это проект единой набережной. Это создание единой набережной вдоль реки Кубань. Общая протяженность может составлять до 30 километров. Это все равно, что проехать из одного участка города в другой. Сегодня эти территории у нас заброшены. И вот создание единой благоустроенной пешеходной зоны, это основная, наверное, будет городская задача. И таких без преувеличения грандиозных проектов много. Предстоит масштабное озеленение и благоустройство Краснодара. Будут новые дороги и новые микрорайоны. Кстати, впервые речь зашла о новом подходе к организации городского пространства в нашем городе. Глава города сделал акцент на децентрализации кубанской столицы. Нам нужны новые территории притяжения, промышленные зоны, технопарки. Относительно небольшие территории для развития предприятий малого бизнеса. Причем в разных частях Краснодара, и не только в полях за городом. Необходимо планировать развитие так, чтобы жители могли выбрать жилье неподалеку от своей работы. Краснодар твердо занял свое место в списке городов-лидеров для переезда. К нам едут со всех концов России. При этом трудоспособного населения у нас больше, чем в Москве и Петербурге. В завершении выступления Евгений Первышев рассказал о мечтах. Большая мечта, конечно же, это действительно стратегически важный проект. Это строительство в Краснодаре нового аэровокзального комплекса. Без него, конечно же, Краснодару на сегодняшний день тяжело. Мы получим крупный, крупнейший транспортный хаб на юге страны. Больше 40 тысяч рабочих мест. Порядка 8 миллионов пассажиров, которые могут пользоваться, будут этим аэропортом. Рассказал глава города и о воплощении мечты жителей Комсомольского – создании народного парка. В этом году город намерен вернуть в собственность большой кусок земли около Карасунского водоема и начать проектировать новый полноценный парк. В завершении отметил Евгений Первышев, что в 2019 году модно быть краснодарцем и помогать городу и горожанам, любить город. При этом помощь может быть разной. Можно высадить одно дерево, а можно создать сквер. Можно участвовать в субботниках, а можно просто не мусорить. И это тоже будет доказательством любви к Краснодару. И пусть небольшим, но тоже вкладом в развитие столицы Кубани. Анна Григорьева, Алексей Попов, телекомпания «Краснодар».